Для разборки руда Logitech G940 нужно открутить 11 шурупов с тыльной стороны джойстика. Отклеить резинки на двустороннем скотче и аккуратно снять нижнюю крышку. Используя плоскую отвертку и нож с тонким лезвием, отсоединяем шнур компорта. Отверткой отодвигаем пластиковый фиксатор с одной и другой стороны. И лезвием выталкиваем коннектор из гнезда. Крышку убираем в сторону. Таким же способом отсоединяем 12-пиновый разъем. Аккуратно выталкиваем. Откручиваем фиксирующий шуруп. Трехпиновый разъем тоже нужно отсоединить. Теперь следует снять левую рукоятку управления двигателем, открутив 4 шурупа. Снимаем устройство натяжения рукояток. Удерживая контрагайку ключом на 8, снимаем натяжное устройство. Откручиваем центрирующий болт. Ключа на 6 миллиметров у меня не оказалось, я воспользовался плоскогубцами. Откручиваем два самореза опорной площадки. Аккуратно вынимаем. Левую рукоятку можно свободно вынуть из посадочного места. Откручиваем два самореза опорной пластины правой рукоятки. Откручиваем четыре шурупа опорной пластины. Снимаем ее. Обращаю ваше внимание, что родной шлейф будет закреплен двумя саморезами широкими полями. Их нужно будет сразу открутить. Следом нужно будет открутить четыре самореза, удерживающие крышку правой рукоятки. Крышка свободно выпадает. Снимаем полностью правую рукоятку. Теперь по очереди нужно отсоединить три коннектора. Начинать нужно с восьми пинового. Аккуратно отверткой подеваем с одной стороны коннектор, придерживаясь с другой стороны пальцем. То же самое проделываем с другой стороны. Поочередно меняя стороны отсоединяем коннектор. Дальше нужно отсоединить два трехпиновых разъема. На родном шлейфе провода на них короткие, так что по очереди отсоединяйте первый, до которого дотянетесь. Мне оказалось удобнее снять коннектор с фертикальной крутилки. Тонкое лезвие ножа или тонкую отвертку нужно вставить вместо соединения коннектора и переменного резиста. И аккуратно, небольшими усилиями выдвинуть коннектор из посадочного гнезда. С коннектором горизонтальной крутилки проделываем то же самое. Потихоньку выталкиваем коннектор. Укладываем новый шлейф в отверстие правой рукоятки с противоположной стороны таким образом, чтобы конец термоусадки находился на расстоянии примерно 1 см от входного отверстия, или около того. Аккуратно укладываем провода в рукоятки, чтобы они не попали на места крепления шурупов. Родной шлейф был проложен тут. К переменному резистору, который отвечает за вертикальную крутилку, подключается трехпиновый коннектор с пятью проводами. Дублирующие провода уходят на второй резистор, отвечающий за горизонтальную крутилку. Если их перепутать местами, ничего страшного не случится, но лучше сразу подключить их как надо. Излишки провода аккуратно укладываем и подключаем коннектор к резистору. Силу применять не нужно. Другой рукой придерживаем переменный резистор, чтобы на него не приходила механическая нагрузка. Отверткой можно помочь войти коннектору в гнездо резистора. При этом обязательно пальцем другой руки на резисторе нужно создавать компенсирующее давление в противовес давлению отвертки. В противном случае можно повредить резистор. Подключая второй трехпиновый коннектор, большими пальцами обеих рук нужно покачивающими движениями влево-вправо плавно утапливать коннектор в гнездо. Аналогично подключаем 8-пиновый коннектор. Провод необходимо будет немного изогнуть, чтобы он не мешал закрытию крышки рукоятки. Закрываем крышку рукоятки. У меня все провода легли хорошо и крышка закрылась полностью. Если она не закрывается до конца, значит какой-то провод попал в разъем крепления шурупа. Открываем и проверяем. Поправляем мешающий провод и проверяем плотность закрытия. После того, как убедились, что крышка села плотно, нужно проверить ход вертикальной и горизонтальной крутилки. Если ход слишком тугой или его совсем нету, открываем крышку и ищем провод, который мешает ходу крутилок. Ход свободный, собираем дальше. Пока вы смотрите видео и еще не успели разобрать руд, еще раз хочу заострить ваше внимание, что новый шлейф прокладывается с обратной стороны рычага руда. Соответственно и в саму рукоятку шлейф будет входить в другое отверстие. При укладке шлейфа в ручке руководствуйтесь этой картинкой. Если ошибиться, то в рукоятке придется переустанавливать шлейф в нужное отверстие, а для этого потребуется переподключать коннекторы. Устанавливаем стойку правой ручки в корпус. Одеваем рукоятку на стойку и прокладываем шлейф. С этой стороны он ничем не закреплен и может свободно перемещаться по длине. Устанавливаем опорную пластину и затягиваем ее шурупами. Следом затягиваем крышку рукоятки. Затягиваем два шурупа у основания опорной пластины. Устанавливаем правую рукоятку на место. Штырем резистора нужно попасть в отведенный для него паз в корпусе. Вкладываем левую рукоятку. Здесь тоже нужно установить резистор перпендикулярно и попасть штырем в паз на корпусе. Вкладываем опорную площадку и поправляем резисторы, чтобы они сели на свои места. Убеждаемся, что резисторы сели на место. Теперь можно затянуть шурупами опорную площадку. Устанавливаем центрирующий болт. Одеваем пружину и затягиваем гайкой. Следом устанавливаем устройство натяжения рукояток. Чтобы его затянуть, отверткой проталкиваем болт. Затягиваем гайку. Укладываем провода в отведенное для них место. Подключаем разъемы. Подключаем разъемы. Затягиваем шуруп. Проверяем полный ход рукояток. При этом следим, чтобы изгиб шлейфа не выступал за опорную площадку и не цеплял центрирующий болт. В случае необходимости шлейф можно немного протолкнуть в рукоятку. Опять проверяем полный ход ручек. Это самая ответственная часть сборки. Отнеситесь к ней с большим вниманием. Ход ручек полный. Ничего не цепляет и не заедает. Подключаем шнур компорта. Я утапливаю коннектор отверткой. Лучше этого не делать, так как отвертка может сорваться и повредить печатную плату. Утапливайте руками. Одеваем нижнюю крышку. Затягиваем шурупами. Прикручиваем левую рукоятку. Шлейф установлен. Поздравляю, вы только что отремонтировали свой рут. На этом все. С вами был Андрей 35. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok